Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор Казанского федерального университета совершил обход Центра цифровых трансформаций. Универ ТВ в числе победителей всероссийского конкурса «Университи». Казанский федеральный университет продолжает серию дней открытых дверей в формате инсталайфов. Студенты и сотрудники КФУ приглашаются к участию в конкурсе «Холокост. Память и предупреждение». Международный конкурс проводится среди обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. Период проведения с 15 апреля по 15 ноября 2020 года. А теперь к следующим новостям. В рамках обхода ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров осмотрел новую площадку Центра, расположенную на цокольном этаже здания Института управления экономики и финансов. Подробности далее. 5 июня ректор КФУ Ильшат Гафуров совершил обход Центра цифровых трансформаций, в рамках которого осмотрел новую площадку, расположенную на цокольном этаже здания Института управления экономики и финансов. Там недавно завершился ремонт и уже все готово для реализации деятельности перспективного центра. Здесь в основном будут работать наши айтишники, физики, электронщики. И они не только будут координировать и проводить экспертизу всей нашей деятельности в области цифровых технологий, но и изучая опыт ведущих, в том числе и вузов, и научных центров, будут стараться транслировать все эти достижения на площадку КФУ. Напомним, что Центр цифровых трансформаций является подразделением КФУ, отвечающим за все виды деятельности в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В Центре цифровых трансформаций уже запущен ряд работ, которые связаны с применением технологий искусственного интеллекта, машинного зрения, машинного обучения в медицине, прежде всего. Запущен одновременно ряд проектов по автоматизации транспорта различных видов специальной техники. На текущий момент также реализуется ряд проектов, которые связаны как раз с обеспечением мер защиты и профилактики от различных бактериальных и вирусных инфекций, которые также используют механизмы, частично, по крайней мере, искусственного интеллекта. На новой площадке планируется развернуть опытное производство, а именно изготовление, наладка и ремонт опытных образцов продукции. Технологическая деятельность, контроль качества выпускаемой продукции также будет осуществляться разработка аппаратного обеспечения. Помимо этого будет реализовываться командная работа студенческих стартап-проектов и студенческого конструкторского бюро цифровой экономики при Центре цифровых трансформаций, а также заработает класс суперкомпьютерных и областных вычислений. У нас ведется ряд работ, которые связаны с очень популярной сейчас темой так называемых цифровых двойников. То есть вот сейчас у нас большой достаточно пласт, то есть вот и здесь, и на других наших площадках, это вместе с нашими индустриальными партнерами, это проектирование сложных систем цифровых двойников для прям вот сложных промышленных систем. То есть, например, сейчас мы разрабатываем цифровые двойники для электрического транспорта различных типов, то есть начиная от электрических грузовиков малогабаритных и заканчивая электрическим транспортом от общественного пользования. Цифровой двойник помогает быстрее обнаружить физические проблемы, а точнее предсказывать их результаты и производить более качественные продукты. Первые решения, предназначенные для серийного внедрения, разработанные в рамках Центра цифровых трансформаций КФУ для медицины и промышленности, будут представлены уже до конца первой декады июля текущего года. Студенты КФУ приглашаются к участию в акции «С любовью к России». Мероприятие, участие в котором могут принять все желающие, продлится до 12 июня в социальной сети Instagram. Переходим к следующим новостям. Наш телеканал в очередной раз стал победителем всероссийского конкурса «Университи». В этом году сразу три работы попали в шорт-лист номинации «Университетская наука». Подробности далее. Подведены итоги всероссийского конкурса студенческих медиапроектов «Университи-2020». Телеканал «Универ-ТВ» одержал победу в номинации «Университетская наука», заняв третье место. На конкурс мы отправляли три работы. Почему именно в номинацию «Университетская наука»? Потому что за время работы на телеканале у меня накопилось очень много действительно интересных научных сюжетов, и было не стыдно отправить их на конкурс. И да, все три работы вошли в шорт-лист, так что в финале я смогла услышать разбор всех трех сюжетов от редакторов «Н плюс один». А это о многом говорит. Из-за сложившейся ситуации в стране и в мире в финале работы рассматривали в режиме онлайн. Ведущие медиа-специалисты с помощью приложения Zoom связались с участниками и прокомментировали их работы. В тексте, когда вы цитируете кого-то или вставляете синхрон, наверное, называется на профессиональном языке. Это имеет смысл делать тогда, когда у вас есть яркое высказывание, эмоциональное. Условно говоря, вы разговариваете с ученым, нужно как-то его попытаться завести, спровоцировать на эмоции. И сказать, да ладно, для чего вы тут придумываете? Нефть еще навалом, ее хватит на тысячу лет. Вот когда человек начинает что-то действительно эмоционально доказывать, это очень хорошо работает, когда вы это показываете. Для нашего телеканала это не первая победа. В номинации «Самая яркая презентация студенческой редакции» в 2013 году мы взяли почетное второе место. Серебро конкурса по праву досталось нам и в 2017 году в номинации «Художественно-публицистическая программа». Редакция новостного отдела «Универтньюз». Определены победители конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ. Призерами конкурса стали 15 студентов, еще 16 были отмечены в различных номинациях. Смотрите в следующем сюжете. Конкурс на лучшую научную работу студентов Казанского федерального университета проводился для стимулирования и вовлечения студентов младших курсов в научно-исследовательские работы, выявления талантливой молодежи. Студентка первого курса магистратуры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Алия Хайдарова заняла третье место на конкурсе лучшей научной работы. Я заняла третье место в этом конкурсе по естественно-научному направлению. Мы выполняли работы, лабораторные исследования проводили по термолизу, исследовали наши продукты термокаталитического воздействия, также частицы катализатора. На третьем этапе конкурсная комиссия помимо критерия второго этапа оценивает умение представить результаты научно-исследовательской работы. Последовательность, ясность изложения, качество оформления, презентабельность материала, степень владения информацией и другие. Лилия Баталова, Универньюс. Казанский федеральный университет продолжает серию дней открытых дверей в формате инсталайфов. В эти дни будущие абитуриенты и их родители могут получить информацию о порядке поступления в КФУ, условиях обучения и студенческой жизни. О том, как проходит инсталайфы, мы расскажем на примере Института психологии и образования. Смотрите в следующем сюжете. 8 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации КФУ состоялся инсталайф для абитуриентов Института психологии и образования Казанского федерального университета. Ответы на вопросы в прямом эфире посмотрели суммарно несколько сотен человек. Больше всего абитуриентов интересовали процесс дистанционного приема документов в этом году и доступные специальности. В нашем институте готовят таких специалистов, как психологи, это классическая психология, готовят психолого-педагогическое направление, это у нас детская практическая психология, это лечебная педагогика и психологическое консультирование, это новое направление, которое будет вести набор в этом году. Также у нас специально-дефектологическое образование, такие профили, как ЛГБД и специальная психология. Также у нас, в частности, педагогическое образование. 10 июня в 14.00 свой инсталайф проведет Институт геологии и нефтегазовых технологий. 18 июня в 15.00 на день открытых дверей приглашает абитуриентов Институт филологии и межкультурной коммуникации. Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ проведет серию инсталайфов для поступающих на бакалавриат и магистратуру по специальности программная инженерия. Их дни открытых дверей пройдут 11, 19 и 26 июня. Начало трансляции для абитуриентов, желающих обучаться по программе бакалавриатов в 16.00, для будущих магистрантов в 17.00. Напомним, ранее в КФУ прошли дни открытых дверей для иностранных абитуриентов. В серии онлайн мероприятий приняли участие несколько сотен граждан Китая, Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Турции. Сегодня иностранцы активно подают заявки на поступление в Казанский университет. Так, только граждане Китая подали уже более 350 заявок. Показатели растут с каждым днем. КФУ рассматривает разные варианты развития эпидемиологической обстановки. Предполагается, что если к началу учебного года не будут открыты границы, будущие студенты смогут приступить к обучению в дистанционном формате. Подробная информация об этом будет размещена на сайте университета. Камиль Гемоздинов, Ленардо Валетяров, УниверНьюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!